Уход западных инвесторов экономику России не разрушил. Напротив, освободилось место, в прямом смысле слова, для развития отечественных производств. Более 5 миллиардов рублей вложит российский инвестор в создание завода по производству алюминиевой тары на территории Ульяновской области. Мы увидели, что рынок дефицитный, банки не хватает. И самое быстрое решение было возобновить и достроить этот завод, который находился в готовности 30-35%. Поэтому мы планируем закончить стройку в ноябре этого года и в апреле следующего года запустить предприятие. Таким образом, в регионе появится 200 новых рабочих мест. Проекту уже присвоен статус особо значимого, что позволит отечественному производителю получить льготы. Федеральный фонд развития промышленности, в свою очередь, также гарантирует поддержку. Сегодня мы подписали соглашение о финансировании проектной суммы 5 миллиардов рублей. У нашей флагминской программы приоритетные проекты под 1% годовых на 7 дней. Ульяновская область у нас активна. На сегодняшний день мы поддержали 10 проектов общим объемом на 12 миллиардов рублей. Еще одно соглашение подписано регионом с композитным дивизионом Росатома. Госкорпорации инвестируют более 2 миллиардов рублей в создание на территории нашей области производства лопастей для ветроэнергетических установок. Производство это будет построено не на пустом месте. Вы знаете, что в регионе работала датская компания «Вестерс», которая уже производила эти лопасти. Но в связи с санкциями компания ушла, но компетенции в регионе остались. И мы ждали с потерпением инвестора. Такой инвестор нашелся. Притворение грандиозных планов в жизнь даст региону 400 рабочих мест. Стартовые мощности предполагают выпуск 450 изделий в год, а запустить производство планируют до декабря следующего года. Дивизион Росатома «Нововинт» развивает ветроэнергетику. И на территории страны в перспективе экспортный потенциал планируют реализовать. И, конечно, собрать полную цепочку технологическую ветроустановки, включая такой важный элемент, как ветролопасть, является, конечно, важным очень и для Росатома, чтобы целостный продукт сформировать у себя. Общий итог первого дня – более 20 деловых встреч и ряд инвестсоглашений. Напомню, договоренности достигнуты с газовой компанией. Они касаются ускорения темпов газификации региона, а также скреплено подписями сотрудничества с национальной платежной системой. Кроме того, в Ульяновской области планируется организация производства бурового инструмента. В этот проект горно-промышленная компания вложит около 3,5 миллиардов рублей. К 2029 году в регионе появится еще 250 рабочих мест. Продолжится развитие организаций Объединенной авиастроительной корпорации. Есть и международные соглашения. Торговый представитель Азербайджана в России выразил заинтересованность республики в участии в проекте «Средняя Волга, Каспий, Персидский залив». Ведутся переговоры и об открытии торгового дома ульяновских товаров в соседнем государстве. Полномасштабные итоги работы нашей делегации на Петербургском международном экономическом форуме станут известны к началу следующей рабочей недели.